Друзья, привет! Большой привет! Хочу вам сегодня я рассказать про банки в архиве. Для кого-то это страх ужасный. Это абсолютно ошибка. Потому что дело это очень удобное. Я вам на двух примерах расскажу, если вы не против. Вот у меня была маленькая тепличка. Такая вот здесь был мох. Почему был? Потому что сейчас он уже не смотрится так вот красиво и первозданно. Улитка его немножечко уже изгваздала. Как они это умеют делать? Остатки мха вы видите. Все-таки он есть. Откуда улитка взялась? Дело в том, что в террариуме, где у меня много-много мокриц развелось, улетят и стали пропадать. Очевидно, мокрицы их едят. Но я не заставала их за этим. Может быть, они создают для них нетерпимую среду. Такую некомфортную. И улетят и закрываются пленкой. А потом, наверное, уже эти мокрицы их съедают. Ребят, сейчас попытаюсь фокус навести. Я смотрю, там все больше, больше, больше пустых ракушек. А было там 2 или 3 выводка. фуличат все меньше и меньше. А было 2 или 3 выводка разного возраста. Ну, в основном, маленькие. И, в общем, я догадалась, что как-то они создают нетерпимую среду мокрицы улетят. И они закрываются пленкой, эпифрагмой. Ну, не так, чтобы прям плотно, но хотя бы пленочкой. А потом мокрицы их съедают уже спящих. Скорее всего так. Потому что на активную улитку поди-ка еще напади. Вот. И вот я взяла одного из таких закрытых улетят. Закрытых пленкой улетят. И кинула вот в эту свою маленькую тепличку с синполей. Здесь, по-моему, даже две или одна. Вот одна синполия, да. Там еще, по-моему, детка. Еще какой-то лист. Я не заморачивалась. Что-то куда-то втыкаю. Где-то что-то растет. Втыкаю, сажаю. И вот в такой маленький флорариум она прекрасно заселилась. То есть она раскрылась. Во влажной среде улитки раскрываются. Не в воде. Ну, в воде, понятно, раскроются. Но после этого улитки гибнут. Нельзя их мочить. Ребята, вот такие закрывшиеся пленкой улитки, они не должны подвергаться воздействию влаги. А вот влажный воздух это нормально для них. Они раскрываются и начинают здесь активно существовать. Вот мелку сюда еще подбросить, наверное, кто-то подскажет, да? Что надо мело бросить. Да. Мело здесь не достает. И вот тут нет. Сейчас брошу обязательно. Так. Вот, пожалуйста. Немножечко мело и симпатичная трухляшка. Вот. И улитка здесь живет. Ну, сколько она может прожить так в одиночестве? Да там еще субулина бегает. Так или иначе, она вот тут нормально существует в этом пространстве. Конечно, впоследствии надо будет ее куда-то переселить. И еще одну банку вам покажу. Про это, наверное, вы все поняли. Ну, задавайте вопросы, если они есть. Пойдем посмотрим еще одну баночку. Еще одна баночка у нас вот под такой вот тряпочкой. Слушайте, я люблю всякие такие старые тряпочки. Ну, наверное, вы бы захотели какую-то другую. Ее смочить пора, потому что, чтобы влажный воздух был в улитятнике. Ну, улитка, конечно, не рада, что я раскрыла, но один раз можно, да? Смотрите, многие думают, что в банке случается какой-то кошмар и ужас. В нее запросто можно залезть рукой. Вот воду они все вылокали. Я вчера налила вот этот стакан воды. Вот они выпили. Корм еще есть. Вот абрикос не весь доели, помидорину не всю доели. Травка есть. Вот. Мелочек. Все как надо. Ночью, конечно, они смотрятся гораздо живописнее, когда... ночью, конечно, смотрятся они интереснее, когда ползают, лазают здесь, но я снимаю днем, потому что светло. Если правильно все организовать, то банка это просто вот самое лучшее, что можно только придумать, особенно для маленьких, таких как иммакулята и фулики. Для молодых иммакулят и фулик. Для ретикулята точно нет. Нет. Ретикуляту в банку не сажаем. Вот. И пока она у вас живет в баночке, правильно организованной, все там, конечно, должно быть, вы можете нормальный террариум устроить. Конечно, снаружи снимать некрасиво, неинтересно. К сожалению, через стекло банки мы ничего не увидим хорошо. И вы сейчас убедились только что. Кадр ужасный был, да? Ну, просто вот, чтобы они пожили здесь, пережили какое-то время, первые несколько месяцев, ну, два-то точно. Это совершенно прекрасное вместилище. Банки им очень нравятся, очень им удобны. Берите на заметку и не верьте, не верьте в то, что банки это ужасно. Нет, как раз-таки банки это хорошо. Вот. А, ребята, я забыла уточнить, что вот это держится все ни в коем случае не на окошке, подальше от прямых солнечных лучей. Это само собой разумеется, но поскольку сняла я это видео, поставив баночку на окно, на подоконник, то меня могли неправильно истолковать. Вот я смочила тряпочку, да, влажность придала дополнительную. и добавила опад листовой. Вот веточку добавила, это тоже опад. Древесные ветки, кора, листья, это все опад. Это все должно быть. Постепенно они съедают и и все. Все, до свидания, мои хорошие. Все, пока. веточка. Продолжение следует...